Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим обновленную версию Wi-Fi лампочки производства Philips, которая является частью экосистемы умного дома Xiaomi. Начнем с параметров лампочки. Мощность ее 9 Вт. Напомню, что в первой версии было 6,5 Вт. Стоколь стандартный E27. Цветовая температура 2700 градусов Кельвина и она не меняется. Максимальная мощность светового потока 806 люмен. Индекс цветопередачи равен 80. Угол луча света 180 градусов. Беспроводный интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. Поставляется лампочка в картонной коробке сдержанном в стиле экосистемы. Название производителя, а также логотипы Амазона Лекса и Гугл Хом выполнены в цвете. На одной из боковых грани класса наркопотребления. Указано значение 9 кВт.ч на 1000 часов. Сзади описание и технические характеристики. Это глобальная версия продукта. Обычно все описания на китайском. Тут на 6 языках, в том числе и на русском. То же самое касается и инструкции, которая представляет собой многократно сложенный лист глянцевой бумаги с печатью на двух сторонах. У Акара, например, для международных версий она в виде книжечки. Раздел на русском языке тоже присутствует, хотя никаких сложностей с настройкой здесь нет. Устройство имеет классический дизайн светодиодной лампочки с цоколем под патрон Е27, белым пластиковым корпусом и полупрозрачным круглым колпаком над светодиодами. В масштабе с лампочкой от E-Lite и аналогичной по мощности ZigBee лампочки от Акара она выглядит несколько меньше. К сожалению, первых версий Philips у меня не осталось, но похоже, что новая версия все-таки немного ее крупней. Так как это глобальная версия, при настройке локации материковый Китай эта лампочка приложением не обнаруживается. Для подключения необходимо сменить локацию на Европу, Сингапур или Россию. Соответственно, вся инфраструктура, подключенная на материковый Китай, взаимодействовать с лампочкой не сможет. В новой локации лампочка находится в гордом одиночестве. Плагин внешне похож на другие светильники Philips, входящие в экосистему в урезанном виде. Так как на лампочке регулируется только яркость, вкладки со сценами по умолчанию нет. Только включение с регулировкой яркости по вертикали и вкладка таймера. Меню настроек стандартное. Первая опция это локальный таймер, который позволяет настроить время включения и выключения, однократно или в заданной периодичности. Для настроек таймера надо учитывать возможное влияние часового пояса. Напомню, что такая настройка не зависит от наличия связи с серверами и работает автономно. В общих настройках можно изменять имя и параметры доступа к лампе, удалить лампу из аккаунта или вывести ярлык управления на рабочий стол. Используя альтернативное приложение, ссылка в описании под видео, в меню информации о сети есть и токен устройства, который нужен для управления альтернативными системами. Возможности использования в сценариях ограничены только включением и выключением. Для добавления в Home Assistant я использовал стандартный метод, раздел светильников Lite, платформу Xiaomi MIO и токен устройства. На момент теста Home Assistant имел актуальную версию 0.90.0, вышедшую буквально в тот же самый день. Но, к сожалению, устройства добавить не удалось. Система выдала предупреждение о неподдерживаемом типе оборудования. Так что толком заставить работать эту лампу не удалось ни в Mi Home, ни в Home Assistant. Управлять лампой можно только вручную из плагина. Если, конечно, вы изначально не использовали только глобальные версии устройств Акосистемы. Хотя лампочка и светит только на 2700к, а чем ниже температура, тем ниже световой поток при той же мощности. Она довольно яркая. Однозначно ярче своей предшественницы на той же световой температуре. Думаю, что практически идентична с лампочкой от Акара и чуть-чуть менее ярче, чем Елайт. Но и Акара, и Елайт могут изменять цветовую температуру. Мне больше нравится более холодный свет, около 4000 градусов Кельвина. И при такой настройке они выигрывают по яркости у Филимс. И хотя в большинстве случаев я рекомендую к покупке новинки экосистемы умного дома Xiaomi, и они этого действительно стоят, то в данном случае покупка этой лампочки, на мой взгляд, является совершенно бессмысленной затеей. Ведь она не взаимодействует с остальными устройствами умного дома, которые заведены в локации материковой Китая. В ней нет регулировки цветовой температуры, что вообще, на мой взгляд, является нонсенсом в 2019 году. Она имеет ограниченные возможности для автоматизации даже в родном приложении, только включить и выключить. Хотя я надеюсь, что это всё-таки исправят в дальнейших релизах. Также лампочка не поддерживается альтернативной системой Home Assistant, хотя здесь тоже можно надеяться, что эту поддержку рано или поздно включат. Мне кажется, что для работы с системой Mi Home лучше приобрести ZigBee лампочку Acara. Она аналогичная по мощности, почти такая же по цене, и при этом нормально регулирует и яркость, и цветовую температуру, и взаимодействует с остальными устройствами. Если вы предпочитаете использовать альтернативные системы, то лучше немножко переплатить и взять лампочку от E-Lite, которая отлично себя зарекомендовала. На этом всё. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет ещё интересней.